Новая лаборатория открылась на базе Саратовского государственного университета. Совместно с Фондом перспективных исследований будет реализован проект, который в будущем позволит разрабатывать и производить уникальные дышащие ткани, способные выдержать огромные перепады температур. Тему продолжит Елена Губенкова. Тончайшие нити полимеров будто плетет огромный паук. Материал накладывается слой за слоем, и за пару часов из уникальной машины выходит отрезок совсем непростой ткани. Этот материал в дальнейшем сможет выдержать жару, холод и воду. Есть определенная задача – достичь именно тех показателей для наших тканей, которые могут работать в широком диапазоне температур, чтобы данные материалы в качестве одежды могли использоваться как в регионах Крайнего Севера, так же и в теплых климатических регионах, в частности, в Африке. И такие материалы должны обладать широким спектром свойства, работать в большом, широком, очень достаточно широком температурном диапазоне. И вот, исходя из целей, ставится наша задача. Разработками уникальной ткани будут заниматься в новой лаборатории, созданной на базе СГУ. С материалами на основе полимеров здесь уже давно работают, поэтому есть все шансы добиться результата в ближайшее время. При этом ученых никто не торопит. Разработка будет вестись в рамках совместного проекта с Фондом перспективных исследований. Представители структуры говорят, главная результата применить всегда успеют. Если бы они не были актуальны, мы бы, наверное, в это дело не ввязывались. Только тут надо оценивать следующим образом еще. Все-таки фонд, он не предназначен для прям сиюминутной коммерциализации разработки. Фонд, и это заложено в законе, предназначен для проведения разработок, которые реально будут востребованы и будут необходимы через 15-20 лет. Поэтому мы можем себе сейчас позволить проведение исследований, которые должны тогда, то есть, понимаешь, долгосрочные исследования, но изначально мы уже понимаем, что они будут востребованы. В первую очередь в интересах обороны и безопасности страны. Основная цель сегодня – создание тканей для производства экипировки и комплексной защиты вооруженных сил. Но полимерные материалы будут востребованы не только в оборонной промышленности, но и при пошиве одежды для активного образа жизни. Очень важно, что на базе имеющихся возможностей нашей Саратовской области такие возможности есть. Здесь присутствует ряд министров, которые отвечают и за промышленный блок, и за инвестиционный блок. Для нас принципиально важно, что вот такой подход. Именно от научной мысли до применения, до практического применения. Поэтому это уже, я как и ранее сказал, это большой шаг, большой имидж как для нашей школы, так и для нашей Саратовской области. Поэтому огромное спасибо за такой подход. И это очень важно, что мы сегодня участвуем в таких вот задачах, в государственных задачах, которые поставили. Работа новой лаборатории будет финансироваться фондом перспективных исследований в течение трех с половиной лет. За это время ученые планируют создать несколько видов ткани с самыми лучшими показателями.